У молитвы есть условия, и эти условия учитываются до молитвы. То есть ты хочешь, чтобы твоя молитва была действительно... Есть вещи, которые до молитвы надо с ними считаться, есть вещи в молитве. Что касается того, что до молитвы, то это называется условиями. Что касается внутри молитвы, то там столпы, обязательные какие-то вопросы, или же желательные. Что касается условий молитвы, то их девять. Первое условие — наличие ислама. Если молится какой-то многобожник, или же молится тот, кто ругает религию, или тот, кто ругает сподвижников, или же поклоняется джинам и тем, кто в могилах, его молитва недействительна, пока он не раскается. Второе условие молитвы — это наличие разума. Если умалишённый совершит молитву, его молитва недействительна. Если человек пьяный совершает молитву, его молитва недействительна. Человек пьяный, ему запрещено пить вино. И приказываем ему совершать молитву. Третье условие. Для того, чтобы молитва была действительной, у человека должно быть различие. То есть он должен различать вещи. Не обязательно, чтобы он был совершеннолетним, но он различал, знал, что это вода, это сок и так далее. Ошибается тот, кто переводит на другие языки слово «тамииз», различие, как совершеннолетие. Почему учёные упомянули именно различие? Для того, чтобы мы знали, когда молитва ребёнка будет действительна. Является ли действительной молитва ребёнка? Если он различает между вещами, то его молитва действительно. Если же он не различает, то его молитва не действительно.